Всем привет и добро пожаловать на наш сегодняшний эфир. Он посвящен такой теме, которая интересует всех, богатству. Каждый из нас хочет быть богатым, хочет быть успешным, хочет, чтобы всё-всё-всё ему доставалось. И начнём мы с небольшой истории, которая мне очень сильно понравилась. Однажды один, скажем так, человек, еврей, пришёл к Рэбе и говорит, «Рэбе, я хочу быть богатым, я хочу быть успешным» и попросил на это благословение. На что Рэбе ему говорит, пусть твоя жена будет здорова. Тот возвращается домой и говорит, «Рэбе не дал мне благословение, чтобы я был богатым. Он дал мне благословение, чтобы моя жена была здорова». В общем, приехал он в следующий раз, «Рэбе, дайте мне благословение на богатство, я хочу быть богатым». На что Ребе ему говорит, пусть твои дети будут там богобоязненные, пусть у тебя будет успех в работе, но на богатство ему благословения не дал. Окей, он возвращается домой, жена говорит, ну что, получил благословение на богатство? Он говорит, нет, мне Ребе не дал благословения на богатство, не знаю почему, не дал. И значит, жена говорит ему, мы знаем, что за каждым успешным мужчиной стоит успешная женщина. Так вот, жена ему говорит, давай, давай, езжай к Ребе и просто выпрашивай у него благословения. И действительно, он был хорошим мужем, он послушал свою жену и поехал к Ребе. И значит, он приехал, очень был решительно настроен, и он ему говорит, что вот, Ребе, я прошу у вас благословения на богатство, дайте мне благословение на богатство. И Ребе ему говорит, ты знаешь что, сначала я попрошу тебя поехать в одно местечко к богатому человеку, прийди к нему, скажи, что ты от меня и поживи у него неделю и понаблюдай за ним. Ну, значит, наш еврей очень, очень, его заинтересовало это, неделю пожить у богатого человека, набраться у него идей, да, набраться у него всего этого. И он решил, что да, действительно, он приедет к этому богатому человеку, чтобы последить за ним, а то и не бойся возьмёт у него какие-то идеи, как разбогатеть. Или связи, да, слышь, успешного человека останется в доме, это одни плюсы, да. И, значит, он приехал к этому богачу, сказал, что он от Ребе и хочет, значит, погостить у него. И этот богач с открытым сердцем говорит ему, да, 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 проходи, всё, что тебе нужно, вот кухня, вот твоя комната, всё, но, извини, у меня нет для тебя много времени, мне нужно работать. А в чём заключалась его работа? К нему каждый день приходили толпы-толпы людей, которые знали, что этот богач, он щедрый, и он всем-всем помогает. И, значит, этот наш еврей, он сидит, смотрит за нашим богачом, и он видит, что каждый день уходит много-много людей, и все уходят довольные, то есть все приходят что-то просить, и уходят довольные. И он заметил, что иногда этот наш богач заходит в какую-то комнату, сидит там немножко, выходит, и продолжает что-то делать. И, значит, он пришёл к этому богачу на следующий день и говорит, ты знаешь, всё, я у тебя погостил, я уже всё понял. Он такой, что ты понял? Он говорит, вот меня Ребе отправил к тебе, чтобы я брал у тебя пример, как бы последил за тобой. Он говорит, и я всё понял. Он говорит, что ты понял? Что вот к тебе приходит много людей, ты всем помогаешь, то есть мне надо всем помогать. Он говорит, нет, ты неправильно. Оставайся ещё на один день, и завтра посидишь со мной, и ты поймёшь. Что я пойму, что я не так не понял, я же смотрел за тобой, я же следил, что я мог не так понять. Да, и он, ну, значит, окей, сказали мне остаться, мне не проблема, я могу остаться. И он остался. Прошу прощения. И, значит, на следующий день сидит наш богач в приёмной, и возле него сидит этот еврей, который и наблюдает за всей процессией. Он видит, что приходят к нему люди, и он что-то с ними разговаривает, и потом уходит в этой комнатку. И более того, этот наш еврей, он думает, он идёт в эту комнату, чтобы взять деньги. То есть у него там сейчас куча денег, потому что после того, как он выходит из этой комнаты, он выходит к людям, и они довольны и уходят. И он думает, наверное, у него там миллиарды, золото. И, значит, он смотрит, что этот богач, он его зовёт с собой, он говорит ему, идём со мной. И, значит, он заходит. Как вы думаете, что он видит? Он в шоке. Пустая комната. И в этой пустой комнате посреди стола, посреди комнаты стоит стол, какая-то книжка и стул. И он видит, как этот богач подходит к этому столу, садится, открывает книгу Таилим и плачет. И говорит, Всевышний, помоги мне, помоги мне помочь этим людям, ты видишь, что у меня нет. И, значит, выходит. И он видит, приходит к нему один человек, который говорит ему, вот у меня есть мой завод, на котором работает 600 человек, у меня нет денег им всем выплатить, и мне на это нужно 10 тысяч рублей. И, пожалуйста, помогите, я всё вам до копейки вернусь. И этот мужчина, этот наш богач, ему говорит, ты знаешь что, пойди в эту комнату, посиди, помолись Всевышнему, он тебе всё даст. И он уходит. Подходит второй человек, вот, мне нужно 100 рублей, мне нужно прокормить семью, пожалуйста, пожалуйста, он говорит, иди в ту комнату, посиди. И в это время, пока его сидят, ждут, он говорит, час, секунду, он возвращается в свою комнату, да, которая пустая, там есть стол, молитвенник. Он садится и говорит, Всевышний, ты видишь, у меня нет денег помочь всем этим людям, я не могу помочь всем этим людям. И он плачет, пожалуйста, ты видишь, как им нужна помощь, пожалуйста, Всевышний. А наш с вами еврей, он в сторонке наблюдает за этим всем, он видит, как тот плачет по его щекам, текут слёзы, потому что он действительно хочет помочь всем этим людям. И, значит, он помолился, выходит, и только он выходит, подходит к нему человек, мужчина, который говорит, я солдат, меня сейчас призывают в армию. А это было в те времена, в 1850-х, мне кажется, вот в 1900-м году, да, это было в те времена, когда ты шёл в армию, и ты не знал, ты вернёшься или нет. И он говорит, что я продал всё своё состояние, и вот у меня есть 10 тысяч рублей, и он говорит, вы можете использовать тысячу рублей, а 9 тысяч оставить для меня, если я вернусь. Если я не вернусь, вы можете забрать все эти деньги. И он берёт эти 10 тысяч рублей, там дальше подходит, да, и потом проходит какое-то время, он зовёт с этой комнаты ожидания первого нашего человека, который сказал, что у него завод из 600 семей, человек, которому нечем платить, которому нечем платить, да, и он говорит, вот тебе 10 тысяч рублей. Наш этот еврей, он был настолько в шоке, он говорит, как? То есть у тебя нет денег, у тебя нет бизнеса, ты просто молишься Всевышнему, он тебе посылает, да? Теперь, из нашей этой истории, что мы можем понять? Во-первых, что если у нас действительно есть потребность, то Всевышний на эту потребность всегда даст. Если у вас есть потребность ездить на Лексусе, Всевышний вам обязательно даст этот Лексус, эту машину. Если у вас есть потребность жить в пентхаусе, Всевышний, Всевышнему не жалко, он даст вам этот пентхаус. Просто подумайте, у вас действительно есть такая потребность, да? Например, поделюсь с вами моим секретом. Очень часто, когда я молюсь, я говорю Всевышнему, Всевышний, пожалуйста, пошли нам в большой дом, чтобы мы могли принимать очень много гостей, чтобы у нас могла там быть большая библиотека с еврейскими святыми книгами, чтобы у нас был большой стол, чтобы делать большие трапези, да? То есть, если я что-то прошу у Всевышнего, я обосновываю для него и для себя, для чего я это прошу, да? То есть, если я скажу Всевышнему, Всевышний, пошли мне Мерседес. Почему? Просто мне хочется быть классной, пошли мне Мерседес. То понятно, что Всевышний скажет, глупости это для чего, ты мне так не служишь, да? А когда я говорю Всевышнему, Всевышний, не знаю, пошли мне такой Сидур классный, красивый, я хочу молиться с красивого Сидура, Всевышний думает, ну да, действительно, ей это нужно, я это пошлю, да? То есть, прежде чем что-то просить у Всевышнего, сами подумайте, действительно ли вам это нужно, да? Или же, если вы это просите, то обоснуйте и для себя, и для Всевышнего, а зачем я это хочу, да? Да? И, во-первых, так и Всевышний будет понимать, что вы да, это цените, что вы да, понимаете, зачем вам это нужно, и пошлёт вам это. И если действительно вам нужно это богатство, подумайте, кому я могу помочь этим богатством, что я могу с ним сделать, да? Или же, если вы хотите, не знаю, в общем, всё, что можно у Всевышнего, да? Нужно это как-то обосновать. И вот у нас вопрос, а когда тот солдат вернётся домой, как отдать его деньги? Я уверена, что к тому времени, как он вернётся, то любыми путями это случится, потому что, во-первых, ему нужны эти деньги, этот еврей попросит. В общем, вот, и поэтому сила молитвы, она есть, да? Да, но мы должны сами обосновывать, да, для чего я хочу, чтобы у меня была вкусная еда, чтобы было много денег на вкусную еду, я хочу, чтобы моим гостям было вкусно, я хочу, чтобы моей семье было вкусно, я хочу благословлять нам много еды, да? То бишь, немножко-немножко это брать и обосновывать и для себя, и для Всевышнего, и для Ашема, правильно? Когда мы будем понимать, зачем нам это всё нужно, то это будет легче. Всевышний, я хочу большой дом, чтобы принимать много гостей, я хочу в моём доме большую кухню, чтобы делать большую трапезу на всех гостей, правильно? Так легче просить. И ты тоже знаешь, что ты права, что ты это просишь, у тебя есть право это просить, правильно? Всевышний, я хочу, чтобы у меня было больше возможностей помогать людям, для этого мне нужно больше денег, да? Или Всевышний, я хочу больше помогать людям, для этого мне нужно больше здоровья, пошли мне больше здоровья, да? То бишь, когда мы что-то просим, вот так обосновываем, и наш седьмой любовический рэб, он говорит, что мы живём в такое время, когда мы должны требовать у Всевышнего, когда мы должны говорить, Всевышний, вот мы здесь, вот я всё делаю, как ты говоришь, я с тобой, ты мой компаньон в этом мире, у меня никого нет в этом мире, кроме тебя. Вот, вот это была наша с вами сегодняшняя такая встреча, вот, нужно просить у Творца, да, искренне, понимать, для чего мы это просим, да? Вот, и вот, поэтому всем спасибо большое за нашу сегодняшнюю встречу, желаю хорошего вечера. С вами была Ханна Зельцер, и наши с вами эфиры, каждую среду в 8.30 я буду рада встретиться со всеми вами, вот, хорошего-хорошего вечера, всем пока!